Вадим! Мы сейчас с вами пойдем, я вам все покажу, чем он знаменит. Люди одеты в средневековую одежду, те, кто продают все эти сияности, вкусности. Плюс изготовляется все на натуральном огне, а пьется из глиняных сосудов. Идемте! Вот мы идем в данный момент. Смотрите, сколько здесь людей сегодня. Полным-полно. А вот пришли артисты. Они здесь на сцене всегда поют, как в средневековье, на национальных инструментах всяких. Плюс устраивают театр пупольный. Вот так одета женщина. Помахала нам. Вот следующий отдел, посмотрите. Вот здесь вот такое, видите, достают кнырли. Котлетки, видите, какие приготовлены? Котлетки вкусные. Из фарша куриного. Он подливает соусом. Видите, какие кнырли? Вот так вот красиво все это делается. Мы тоже обязательно сейчас это все купим. Ну вот, люди аж тарелку вылизывают. Идемте дальше. Это шнапс? Шнапс. Там цумболь? Я спросил. Это шнапс? Они говорят, да. Я говорю, на здоровье. Пускай, это. Очень хорошо. Это замечательно. А вот смотрите, как женщины одеты, которые сидят, по идее, должны вязать. Зажимают вязание. И поют. А вон мужики сидят, смотрите. В бане с женщинами голыми купаются. И все пьяные, прям в бочке сидят. Отдыхают, напились. Такой бочкой. Это баня средневековая такая. Идемте дальше. Это влог? Это просто, а мы снимаем видео. Вы объясните, значит здесь стреляют в цель шайбы, так называемая. Когач, ее просто берете, так держите, тянете. На цитрунное, короче, нужно... В лимон надо попасть. Да. Ясненько. И еще? Спасибо. Если два раза попали, то получите бутылку вина. Вина. Все, понял, спасибо. Я, к сожалению, не стрелок. Не буду испытывать удачу. Просто объясняю людям, кто это будет смотреть. Большое вам спасибо. И с наступающим Рождеством и с наступающим Новым Годом. Спасибо. До свидания. Здесь очень много русскоязычных тоже, оказывается, работает. Вот здесь вся одежда такая средневековая, якобы. А вот здесь готовят, смотрите, горячие каштаны. Приготавливают. Вот их шкурку уже они все такие. Подойду покажу. Вот это все. Это каштаны. Я попросил открыть. Она сейчас это откроет, я попросил. Вот мужчина тоже в средневеку в одежду одет. Я вам покажу, он надевает перчатки. И вот смотрите, какая красота. Вкусные жареные каштаны. Бесподобно, бесподобно. Спасибо. Господи, господи. Спасибо. Не за что. Вот видите, как люди все гостеприимные, добродушные очень. Вон тоже, тоже все так одеты в стиле. Это пунш продают здесь, посмотрите. Крыси. Алло. Как восточные мудрецы всякие. Тут чай такой, пунш есть. Восточные сладости. А вот, кстати, цены небольшие. С фисташками 2,50 вон. Вот кокос, ора 50. Вот тоже с кокоса, фисташки, ора 52 штуки. С суртаны, лукум здесь есть и так далее. Вот такие сладости. Гебек 2 евро штучка стоит всего лишь. Идемте дальше. Вот подошли мы к следующему ряду. Где тоже определенный. Кусы форма. Посмотрите, как это изготавливается. Вот это рыба все, как кладут. Смотрите, нарезанные куски с луком все это. Вон как подогревается на газе, это правда. Ну, огонь тоже. И вот женщина кладет, смотрите. А это свинина, как бужанина такая вкуснячная. Посмотрите, а вон тоже немецкая национальная. С сыром такие всякие смешанные вкусные. Идемте дальше, посмотрим. А здесь что у нас? О, какая капусточка. Гуляш такой мясной. Посмотрите, как пар прямо из него идет. Хорошая, все вкусная, бесподобная. Хлеб домашний приготовленный. Перец с луком. Все в таком стиле средневеково сделано. И вот эти лепешки такие, видите, с луком, тесто и шинки. Такие маленькие кубики ветчины приготовленные. Вот так вот он достает. Видите, как изготавливается? Прямо пар горячий. Идемте дальше. Люди все кушают, сидят вот за столом. Наслаждаются жизнью. А вот, смотрите, как женщины одеты, которые сидят, по идее, должны вязать. Зажимают вязание. И поют. А вон мужики сидят, смотрите, в бане с женщинами голыми купаются. Видите, все пьяные, прямо в бочке сидят. Отдыхают, напились. Такой бочкой. Это баня средневековая такая. Посмотрите, дорогие. Мы подошли к прилавку, где все ликеры, шнапсы, бальзамы всякие, вина продают. Изготовлены на рецепты средневековых мастеров. Вот давайте посмотрим. Это то, что сейчас пили люди. Вот такое, видите, 12 градусов. Это из Плаумен. Это из, господи, сливы. Вот, слива. Вот другие есть. Из всяких ягод. Есть и большие бутылки. Смотрите, какие огромные. Вот так вот все выглядит красиво. А вот идем к бальзамам. Подойдем. Смотрите, какие бальзамы. Наподобие рыжеского бальзама. Вот таких они в глиняных сосудиках. Пробкой упакованы такие, запечатанные они шикарно. Вот из такого рога раньше пили, употребляли. Кстати, на Кавказе любили такое. У грузин было такое. Вот. Идемте дальше. Надеюсь, всем очень нравится. Не забываем ставить лайки и подписываемся обязательно. А вот у нас отдел. Посмотрите, средневековая одежда. А здесь мужчина что-то делает. Посмотрите, как они изготавливают. Это у нас кузнецы, кузнец. Вот дети могут испробовать свое чудо, как дети делают. Смотрите. Видите, как кузнец работал. И дети здесь наслаждаются, получают удовольствие. С детьми приезжайте сюда все, дорогие зрители. Здесь очень красивый город. Вот тоже мужчина одет в средневековую одежду. Такое своеобразное. Кончарное искусство здесь. Видите, такое все из глины приготовлено. А там начинается, наверное, концерт. Вот, посмотрите, такое называется. Это глювайн. Кстати, два сорта его. Из яблока с цинтом и также слива. Я могу даже детьми без алкоголя. Вот так вот. А вот так вот глиняные, видите, такие сетки сосуды из глины сделаны. Это лекарь, нужно попробовать. Это натурпуро. Мы должны попробовать. Пробуем. Покупаем, видите. Покупаем, значит, очень вкусно. Моему цену понравился и сливы. И покупаем цинк с яблоком. Значит, пять и три. Общие восемь не в дело в цене. Просто сам вкус попробовать адреналин. Понимаете? Очень советую, приезжайте. Вот, мужчина уже обвинел. Видите? Ха-ха-ха-ха. Это снижение в тюрьме. Очень вкусно. Короче, мы купили вот сливовое и из яблока с цинтом. Плюс ликер мы такой взяли. Смотрите, вот такое здесь очень красиво разукрасили. Ящики, столы. Вот. Люди согреваются, греются здесь, выпивают. И мы будем сейчас пить, наслаждаться. Смотрите, какие красивые дома. Вот такие средневековые все. Вот мужик стоит, с кольцомом такой одет. С сотовым телефоном современным. Свечи, елочные игрушки такие все продают. Вот тут даже написано, как в этом году это здание было построено. Хаффенмаркта. Эльтест-авериканский фахбергхäuser цилте. В нем дочном. Видите, построили в 1328 году. Вот, 1331 год. Вот так вот. Дальше. А вот я вам сейчас расскажу. Идите сюда. Посмотрите, я сейчас заметил. Вот это называется на немецком. Два названия называются. Называется мистельм. Это культурно-литературное название. И называется еще шмароцин. Шмароцин – это сообразное оскорбление. Паразит. Эти растения обычно растут на деревьях и высасывают весь сок из дерева. И дерево потом умирает. Но парадокс в том, что люди именно на Рождество вешивают эти шмароцин, мистельм, в форме кранц, это как венок, на входную дверь, чтобы без и кайста злые духи изгонялись из квартиры. И всегда было хорошее. Вот, посмотрите, называется шмароцин и мистельм. Я хотел обязательно объяснить вам. Знаете, как там много людей. А вот это еда. Приготавливается. Видите, как готовится. Вот такие пончики с яблоками. Они вот так вот выглядят. Идемте дальше. Вот они одеты, как поваряты такие. Переворачивая. Все горячее. Парк. И вот такие. С перчиком, сыром. Обязательно посетить город Эссинген. И именно вот этот рождественский рынок, ярмарку. Вот там, видите, на горе стена крепостная. Мы, дай бог, тоже сегодня поднимемся. Это там вход на крепостную стену и на смортовую площадку всего города. Вот так же все из кости сделано. Из железа, из металла, камень. Алло. Идемте дальше. Пошел снег, кстати. На улице очень прохладно. Ноль градусов. Ну, разумеется, наверняка есть где еще холоднее. Но у нас тоже холодно. А вот здесь вот такое приготовление идет. Смотрите, как он жарит. Из-за цукини? Угу. О, это цукини он приготовлен. Видите? И грибы, и чеснок. Вон, вина распивают люди все, отдыхают. Смотрите, а вот это знаменитая естингера Фрауенкирхе. Почему Фрауен? Это чисто для женщин была она приготовлена, такая построенная. А вот у них рождественская елка построена, поставлена и наряжена. Вечером наверняка очень красиво она сверкает. А вот эта центральная ратуша, Ратхаус. Посмотрите, как красиво. Снежинки падают. Идемте дальше. Вот какой огонь, смотри. Идемте дальше. Вон уже включили тоже огоньки. А вот, посмотрите, какая красота здесь. Это Кейзи Шинкин бухтель. Значит, чистое тесто. Сыр, смотрите. Кубики, значит, ветчины. Здравствуйте! Здравствуйте! И вон, видите, как они разбили. Прямо очередь такая. Она будет изготавливаться, все на огне приготовиться. И вот так вот выглядит, смотрите, в конце. Как пироги такие, своеобразные. А вон все. Они стоят. Извините, пожалуйста, вы снимаете? Я с другой стороны. Сейчас я попросил снять. Вот так вот, смотрите. Вот он. Засунул в печку. Спасибо. Он спросил, очень хорошая камера, сколько это стоило. Говорит, что это мой сын купил. Вот, огромная ярмарка. Обязательно, дорогие. Все сюда приезжайте, чтобы вам всем удалось сюда приехать. Непременно. А здесь что продают? Огонь. О, это картошка такая приготовлась в мундире. Здравствуйте. Идемте дальше, дорогие, идемте. Входим в страну лилипутов. Написано «Zwergenland». Посмотрите. Это новый ротхаус. Нойс Ротхаус. В 1748 году, вот, в 1751 год был построен. Идемте, заходим. Представляете, как сделано? Для инвалидов и для простых ступеньки, чтобы все смогли посетить данное мероприятие. Всем было удобно. А вон бюне, «Zwergenbühne». Это значит, трибуна для лилипутиков, скажем так, для маленьких людей. Вот так вот здесь все сделано. Смотрите. Алло. Алло. Вон, для детей качели такие. Дети радостные. Для детей, для детворых. Здесь просто раздолье и рай. Все полиция наша свережет, бдит и охраняет. Это такой средневековый театр своеобразный. Вон, люди из фляги пьют что-то. Сейчас спросим, они пьют или это для красоты. Тринкайте вас, а здесь снова фиде Шонхай. А, да. Там только вода, она сказала. А вот это рог сообразный. Окей. Она уже все выпила, сказала. Видите, из кожи продают все изделия. Вот такие луки, стрелы, кошелки такие средневековые. Брелки всякие. А дети катаются. Эти маски, помните, чумный доктор такой. Когда чума была в наше время, когда, слава богу, коронавирус уже ушел. Это уже не актуально. Но выглядит вот так вот, посмотрите. Вот. Тут разные продают маски. Сделаны. Вручную, кстати. Катя. Алло, где ты? Потом дневники, календари на следующий год. Все объекты, видите, из чистой кожи. Они такие сделаны. Очень шикарные. Красиво. В интернете их можно также найти. А вон, посмотрите, какая целька. В центре здесь, в Вестлингене, в городке. А посмотрите, какой хлеб продают. Посмотрите. Вот так они изготовляют его. На таких палочках. Вот так вот все выглядит. 4 евро стоит. И фан 50 сетов дают за эту палочку. Вот такие двое средневековая одежда. Видите, они пьют. Да, еще один подходит. Сейчас я тоже. Вот я, видите, мы снимаем все. Все, пройдя. Спасибо. Надеюсь, вам всем, дорогие зрители, понравится данное видео. Мне самому сейчас очень это нравится снимать. Я сам в восторге. Смотрите, вот такое красиво все это, как сделано. Глювайн-пирамида. Это пирамида Глювайна. Посмотрите, вот так вот здесь. Подходит вот так вот все. Идемте дальше. А вон все из дерева, как изготовлено тоже. Людей полным-полно сегодня. Очень много. Решили мы сейчас купить чили-бурст еще. Купим чили-бурст. Айма чили-бурст. Айма чили-бурст. Глювайн-пирамида. Это должно быть приготовлено. Уже готово. 3,50 стоит. Недорого. Вот так вот, смотрите. Смотрите, самое сложное. С кетчупом или горчицей. Сейчас мы сделаем. Так еще. Идемте дальше. Толлинг специально рождественский пирог такой. Видите, с цинитом. Вот так он сделан. Можно даже попробовать. Видите, люди нарезают и пробуют. Видите? Он недорогой. 36 евро есть. 2 килограмма. 1,5 килограмма 27. Килограмм 19,50. Вот такой стоит он. Вот такие, видите? Шатры своеобразные. В зонтике стоят. Это в случае, если дождь подойдет или снег. Но сегодня у нас снег. И такие огромные бочки стоят. Видите? На бочках стоят люди и кушают. Идемте дальше. Вот люди тоже кушают. Наверное. Вот это кабан какой. Сделано как оленя рога. Это тоже колбасные изделия всякие. Все из колбасы. Видите, колбаски там всякие. Хлеб какой вон лежит. Видите? Идемте дальше посмотрим. А здесь также еду продают. Все это то, что приготавливают. Видите, как хлеб, сосиски, лапша всякая. Гуляш. Идемте дальше. Видите, есть даже с лососем. Идемте, не так, чтобы кушать нахер. Идемте дальше. Большое. Спасибо. 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 Апфельмус. Апфельмус. Спасибо. Я просто еду. Ах. На Weihnachtsmarkt. Да, я хочу немного обнимать. Какое количество? 144. Нет, это не видно. Потому что я много спортивный. Да, это что. Я сказал, что я очень употребляю. Но тогда не видно. говорит только по мочкам ухо видно она так пошутила вот мы заказываем такое смотрите он сейчас будет показывать как это делается вот этот вот так выглядит пал нож ничего страшного он получил новый так еще можно купаться смотрите если сундучат виклик сидели каус 850 вот такая фигня стоит идемте дальше также очень вкусно идемте дальше посмотрите какие изделия все из дерева сделано вручную ложки всякие сосудики доска для нарезки такие сундучки и маленькие с этим мыло я мыло обожаю это хорошее мыло кстати всякие запах и для душа для ванны и так далее доля смотреться такие с дерева доспехи одежда шлемы такие копья эти что купить детям арбалеты может и здесь полным-полно подарков купить купить все-таки ай машинки не кейзи бита 850 стоит азивен кукти 7500 видите вот такая фигня 7500 ну говорят очень вкусно и бесподобно ангкешо аммайн и их ауди он слава нахру чай чай одангазы чай чай Смотрите, вот такая, видите, внутри шинки, значит, ветчина такая кубиками, сыр прям тянется и такая сметанка Очень вкусно, давайте, идемте дальше Смотрите, мы сейчас по этим ступенькам, 365 ступенек будем подниматься Вот видите, какая лестница Сейчас будем идти, ну что, пошли, с Богом, как говорится Я уже дышать не могу, я прошу 20 ступенек, люди, посмотрите, трудно идти Но это этого стоит Вон туда мы идем Сразу бы, дорогие люди, минут 20, в зависимости от возраста, надо вам рассчитывать сюда подниматься Вот здесь мы ходили, смотрите Вот он сам город Эсслинген весь Вон там мы внизу были на ярмарке Вот так вот вылетает Эсслинген Городок Не забывайте подписываться все Реагируйте на колокольчик Это значит, что новое видео вышло И ставим лайки Всем большое спасибо Ну и разумеется, до свидания Вот, меня мой сын я снимет Было от души приятно вам всем сегодня, зрителям, канал Вадим Показать это Эсслингенский средневековый рождественскую ярмарку Вайнах смарт Всем до свидания и будьте счастливы